здравствуйте друзья меня давно просили осветить два вопроса в этом видео я попытаюсь их полноценно осветить итак первый вопрос касающийся переделки небольшой доработки шатуна для косилки сегментной кс 2 и 1 и второй вопрос мой подписчик в комментариях в одной из из социальных сетей попросил рассказать и сделать обзор различия между тракторами семейства МТЗ и семейства ЮМЗ и так если вы готовы устраивайтесь поудобнее и поехали всем известно давно что самая бюджетная косилка для семейного бюджета самые бюджетные самые недорогая изначально это косилка кс 2 и 1 то есть косилка сегментная и и модификации различные которые есть в данный момент на рынке у нас косилка сегментная стоит в запасе вы все прекрасно знаете ну кто новые зрители возможно и не знают косик кашу я сейчас в данный момент постоянно это роторной косилкой польское производство но сегментная косилка в исправном состоянии и всегда можно зацепить и косить итак у сегментной косилки кс 2 и 1 и ее модификации есть вот такие вот ставятся шатуны один конец подсоединяется к ножу второй конец подсоединяется к коленчатому валу косилки ну вал коленчатый или эксцентрик у всех это по-разному ну движущая часть и при производит кошение так называемая косилка ко мне недавно приезжал мой друг александр николаевич грязнов соседней соседней деревни села бергамак соседнего села бергамак и он привез приспособу который может значительно облегчить семейный бюджет семейный бюджет любой семьи кто занимается кошением трав сегментной косилкой и так сейчас вставим кадры я вставляю кадры которые мы засняли с александром отдаем собачку сегодня нашу была у нас теперь отдаем вот охранять на новое место жительства привет александр николаевич здравствуйте владимир петрович так александр николаевич сегодня нам привез такую конструкцию сейчас будем показывать вот такая конструкция называется как от называется ну короче к шуту головка шатуна это делают делают бергамаки и ну и в других деревнях так у нас это самопал но интересный самопал вот выглядит шатун у нас старого образца этот конец вставляется в головку в пилу правильно да 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 здесь подшипник вот ставится у нас вот тут подшипник у меня я сейчас же знаете не пользуюсь этим шатуном давно все это валяется это у нас на эксцентрик одевается так это шатун старого образца но образца сейчас регулируется не вот в этом месте не вот здесь вот это а здесь вот это стоит гайка вот так она должна стоять правильнее было бы сказать тоже в зависимости от производителя кто-то делает с регулировкой здесь вот уголовки да 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 так короче показываем это привариваться должна вот так в идеале но это это пока полуфабрикат это квадратик сказать только из-под токарного станка да 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 только из-под токарного станка это вставляется также вот в пилу в пятку пилы можно для демонстрации да 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 открутить да да что было наглядно видно да да вот так вот это вставляется и здесь нету подшипника вот здесь стоит резиновый ну показывай резиновый шланг да от кировский резиновый шланг обрезанный для амортизации пожалуйста видите да 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 здесь вот шайба такая вот вытаченная кругляш ну я не я думаю что снимать то не имеет смысла размеры нам такие вот но это по факту будут в комментариях обратиться пожалуйста владимир петрович это изложит да это вот так этот шланг забитый просто сейчас вот я принес молоток суда и забил его суда вот он обрезанный вставляется суда закручивается ну и знать если точно обрезается до выступания двух миллиметров обрезается болгаркой шланг это собирается ставится шайба до затягивается гайкой и с чем хороша вот эта головка в отличие от этой вот смазка не требуется совсем смазка не требуется совсем здесь и подшипник здесь нужно раз в некоторое время ну смотря у кого какой объем работы на косилке кс-2 и 1 или и модификации надо менять раз разбивается этот подшипник ну а здесь вот это дешевые сердито вы вытащил резинку заменил другую если она придет в негодность и все вот значит я посмотрел это тоже у приятеля который кость одной резинки хватает сезона на два на три даже но смотря сколько приятель косят так вот дело в чем смазка не требуется ша-20 он узенький совсем подшипник а это во всю головку кировский шланг вполне хватает для амортизации понятно допустим кукурузные комбайны да там же нету этого там втулки резиновые стоят так что так что будет косить будет кто не покупайте советуем есть большинство я знаю у моих зрителей есть такие свои маленькие мини токарные станки это кстати анатолий 69 ему будет полезно он недавно купил такую косилку кс-2 и 1 и сейчас вот собираю но собрал уже косит но ему интересно будет вот такая конструкция я думаю что вот тут ничего сложного нету сделать выточить тем более анатолий сам принципе вот этот шатун реанимировать вот обрезай болгаркой да 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 хочешь нового образца приваривай вот этот регулировочный винт универсальная да 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 совершенно верно так вот так переходим к другому вопросу хорошо ну и второй вопрос будет это я попросил александра николаевича грязного рассказать и высказать свое мнение о тракторах семейства и мтз сделать сравнительный анализ с его точки зрения я думаю что вам будет интересно узнать мнение александра ну а те кто не согласится с мнением александра и у кого есть свое видение на это прошу высказать это все в комментариях рулевая была механическая без гидроусилителя слушай я чуть не разуверился в технике совсем привет еще раз так так друзья мои теперь освещаем второй вопрос поймал александра за хобот что есть то есть он много лет работал в бергамаке в тракторной бригаде трактористом сейчас работает просто кочегаром и диктует свою жизнь диктует свои правила и в одной из социальных сетей меня попросили осветить чем отличаются трактора мтз от юмазы хотя этих сравнений тысячи миллион я думаю это сейчас я чуть чуть сделаю так это но все равно нам не стоит расскажем чем отличаются трактора в принципе это одноклассники ну 1.4 ньютона тяговый класс ну в принципе два одинаковых трактора почти одинаковых и тот и тот универсально пропашные сделаны для одних целей задач только что и вот изначально допустим юмазе ну чего отличается юмазе от мтз твое мнение плюсы 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 юмазе юмазе это наверное мне кажется его вес его удобство для эксплуатации с такими машинами выше больше чем мтз да я считаю и массивно все у него мощно сделано даже он на его крепится без переходных башмаков ну сразу на раму и на промежутку для этих работ он очень практично скажем так это плюс плюс экскаватор двигатель низковоротистый да и он может долго работать и не закипит сравнивать отличие я давай если сравнивать с каким мтз 50 80 80 давай что если мтз 80 он ему уступает гораздо почему юмазе 65 лошадиных двигатель 65 но зато двигателю юмазе он низкооборотистый и рассчитан на то что экскаватор приехал опору разложил да и стой хоть месяц пола обороте кидая бороть ты не закипишь будешь копать копай 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 единственное в юмазе это когда эскаватор работает подводит гидравлика дядя вон масло нагрелось все надо полтора часа у него даже система охолождения по сравнению с мтз 80 емкость короче три ведра туда ну да а у восьмидесятки там объем охлаждающие жидкости ну и опять же вот плюс плюс мтз это юмазе это плюс и мы говорим да резина у всех 1 на 15 до как это не не шло там тяжелее легче но как есть вот она резина была 15 на 38 так она и есть гидравлика там тоже одна и та же стоит тот же 32 тот же распределитель р-75 р-80 как новый ставят час или даже мр-80 3.1 я установил на гидравлику новый это у юмазе все взаимозаменяемо с мтз единственное я сейчас на вскидку не скажу я не помню вращение какое у нша 32 потому что ставится он на двигатель но хорошо теперь минусы юмазе какие минусы тихоходный он очень тихоходный маленькая низкая скорость на транспортных работах если он существенный минус который был вот я заметил в свое время вот покойничек сашка желудев эксплуатировал его у него на юмазе в советские времена нельзя было доставить запчастей сейчас также не ну все равно в город поехал там можно все равно что-то найти в городе все равно как-то дефицит потому что даже возьми мтз-80 мтз-50 у них практически все взаимозаменяемо если практически вал полетел можно заменить головку заменить вал поршневую вот тебе мтз-80 а юмазе к нему другой вал не поставишь но вот смотри опять же если корыто вот мост коробка в юмазе это все одно целое ты имеешь ввиду ремонт на пригодность да 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 это надо менять целиком корыто и там все целиком это было сделано для того чтобы когда ну и экскаваторная установка чтобы ее не корячила не ломала чтобы это все было меньше было сопряжение надежнее конструкция так сказать в отличие от мтз там все это частями коробка отдельно промежуток отдельно вот меня и раздельно но сейчас это все приходит то что сейчас это все кустарное производство якобы китайское производство толщина стенок современных коробок промежуток мостов у мтз значительно ниже ну и и в то же время юмазе наверно сейчас мне кажется не выпускает или выпускает ну я кстати не знаю есть новые есть замена лтз-60 ну лтз это липецкий тракторный завод он же сейчас тоже какое-то время даже у нас по моему в омске собирали в коммунхозе два штуки были зтм они сейчас в этом их брал дельман покойничек и в кокшенево их потом забрали они были с передками зтм но они хорошие они были на танковое производство вот это подрегулирую вот это вот я ошибся не лтз а зтм зтм так о чем мы говорим так это что тут ничего страшного нет не они то что собиралось у нас в омске на танковом заводе это военные производства ты тоже знаешь какое-то время немного там да и они вот ходят и ходят и ходят и кстати вот что значит у нашего земляка боженита два вот что значит и в пк да 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 и ходят и ну там высокая точность была сделана как-то все более надежно это это главное точность но самое главное почему зтм или юмз как сейчас вот просто загнулся умер завод а мтз продолжает жить петро петровский южный ну юмор южный мотор просто 2 тракторный завод одноклассник они всегда конкурировали меж собой ну а это обычно конкуренции я бы даже сказал скорее всего у них у каждого была своя ниша ну да один больше эксплуатировал с навесным оборудовым там экскаватор он понимаешь стационарно работали мтз он такой более был скажем так колхозник не работа на нем видишь свое время вот у нас допустим малешек когда покупал олег николаев ему надо было хотел заниматься юмз стоит стоил он его купил юмз этому пивану совсем по дешевке потому что он стоил копейки дешевле чем мтз мтз там лохматый даже был стоил блин в несколько раз дороже говорят в народе спрос рождает предложение да 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 ну и к тому же этот белорусский завод он оказался в соседнем государстве белоруссии где александр лукашенко до сих пор держит вот так вот все в отличие от нашего вот этого пространства там вот так все где держится и все работает они вот до сих пор сейчас перешли же на новые там какие-то выпуски тракторов но плохо ли хорошо рынок диктует предложение марка то белоруса она живет работает ее кстати сейчас у нас же в россии белорусы стали выпускать собирают потому что вообще это рабочая лошадка ну а то что смотри тут я немножко соглашусь не соглашусь с тобой юмз те кто эксплуатирует сейчас они же ну набрали запчастей держит в своем управлении кто-то там передок подвел его подкатил работает не хуже чем царапали ну если скажем так вот кто лесом занимается также на его навешать он нисколько не уступил ну и так почему ты купил мтз 50 свое время почему не купил юмазы все упирал в запчасти проще достать проще даже не в магазине с кем-то договориться потому что мтз это было больше с кем-то договориться где-то взять эту запчасть за то же мясо ну а вот так вот что посоветуешь нашим зрителям если хотят купить по деньгам по состоянию ну я думаю так что купить юмз нужно как в той поговорке 7 раз отмерить и потом сделать вывод потому что мне немножко довелось на нем работать он ну не понравился мне честно мтз это как-то у него и расположение рабочих органов как-то удобнее все даже коробка коробка передач у него как-то тут специально я не буду вырезать для того чтобы сторонники юмз обрушились с критикой сколько людей столько мнений я высказываю свою точку зрения только свою точку зрения ну смотри вот в мергамаке даже и так поэтому у нас вот юмазы только у олега николаева есть в кусту здесь но нашим сельском а вот я не знаю у вас там есть участников юмазы или нет я знаю что в лесену а у паши емельянов вернее павел батькович емельянов ну я в отчестве тоже не знаю он тогда фермерством занимался у него есть юмазы ну и ну вот его личное мнение он ему нравился он сейчас не работает не косят скажем так он уже в таком количестве он не держит он занимался сельским хозяйством там откармливал свиней но сейчас уже это как-то ну и кроме того возраста у него тоже уже почтенный правильно ну да это хорошо заниматься когда здоровье силы есть молодому ну и рядом есть друзья люди которые поддерживают тебя в этом начинании когда этого нету или есть какие-то другие причины то это к сожалению оставляет желать лучшего так что один в поле не войн ну да один в поле не войн так что вот так вот друзья мои есть юмазы и мтз два разных трактора два одинаковых трактора две техники два клава две марки которые ну это делать вам выбор то что будет вам покупать и может так если мы что-то неправильно сказали не судите строго то поправьте в комментариях да 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 но все зато честно от души ну да ладно спасибо александр спасибо вам друзья мои все пока александр